Всем приветики! Сегодня будем делать опять полезное, без всякого трэша. Сегодня будем удивлять жену. Только тихо, чтобы она не слышала. Хочу сделать полезную вещь для нее. Работаем с металлом. Работать сегодня будем с остатками профтруб. Пригодится сегодня огромный гвоздь трехсотый. Ну и кусок проволоки. Шестерки, ну или пятерки, неважно. Два отрезка прикладываю вместе и размечаю линии реза. Какого-то конкретного размера нет, просто два одинаковых примерно полметра. Работать сегодня буду болгаркой от компании Lepsy с регулятором оборотов. По заранее размеченным разметкам нарезаю аккуратно трубы. А теперь послушайте меня. Кто не работал болгаркой от компании Lepsy, тот не работал болгаркой вообще. Я начал работать с этой компанией. Точнее у меня сейчас уже вот есть на 230 диск и теперь на 125 диск. Что хочу сказать. Это очень качественный продукт российского производства. Пластик весь офигенный, все офигенно, все круто, все сделано так, как оно должно быть. Самое главное это есть регулятор оборотов на моей модели. Чем это классно? Когда ты работаешь с металлом, тебе надо отпилить ровно по линии. А если у тебя нету регулятора оборотов, ты начинаешь этим бешеным, блять, аппаратом прикасаться, у тебя все просто болтаться начинает, все не попадаешь ты никуда. А когда у тебя есть регулятор оборотов, ты отрегулировал и спокойненько, аккуратненько наметил и пропилил. Провод здесь просто зачетный, резиновый, на морозе ему ни хрена не будет, длинный, не надо удлинять, все уже сделано, все продумано за нас. А теперь самое главное, что огромнейший плюс этой болгарки, сейчас я покажу. Вы только посмотрите, какой ключ для такой болгарки, для 125 диска, он просто не сгибаемый, он такой жесткий. Кто не работал, попробуйте обязательно. Компания Lepsy, ссылку оставлю в описании, не пожалейте, я за свои слова отвечаю. Аккуратно напилил отрезки, после на своей шлифмашинке шлифанул торцы. На выходе получаю две равные одинаковые железные палки. После того, как сделали два ровных отрезка, я даже не знаю по сколько, где-то примерно по полметра, их в сторонку откладываю и беру обычную петлю. Эту петлю сейчас придется маленько располосовать, разрезать, так как она очень широкая. Вымеряю внутренний размер трубы и такую же величину отмечаю на петле. Чертилкой выковыриваю полосы на петле, делаю отметки реза. С помощью тисков и своей все той же болгарки отрезаю края петли. Полуавтоматом фиксирую внутреннюю ось к краю петли. То же самое вытворяю с противоположной стороны. Процедура, конечно, необязательная, но если нету, то надо. То есть у меня не было такой коротенькой петельки, пришлось сделать ее такой. С помощью чертилки и штангена я размечаю на профтрубе, что нужно убрать отсюда. С одного края трубы делаю два отверстия. Записываю петлю внутрь и привариваю ее сквозь эти отверстия. После чего сразу зачищаю. А второй отрезок привариваю поверх. Выравниваю и придерживаю гвоздем. Опять все зачищаю и завариваю торцы, взяв тонкие полоски железа. Железяки в сторонку. Беру гвоздь, трехсотый, огромный гвоздь и творю из него чудесное чудо. От гвоздя отпиливаю острие. После чего зажимаю в тиски проволоку и отрезаю кусок в сантиметров 6. С помощью тисков, рук, молотка и еще много чего делаю из этого куска кругляш. К загнутому кругляшу привариваю гвоздь. Таким образом, чтобы петля была как будто сбоку. Получилось вот так. На второй трубе делаю прорез 2 сантиметра. По бокам этого прореза намечаю центры. Из боковых сторон делаю отверстия 6 миллиметров. По неким причинам, по техническим неполадкам, пришлось вот отсюда отверстие вот это перенести ниже. Примерно на сантиметра 3 ниже. Ставив гвоздь и зафиксировав его еще одним гвоздем, привариваю все намертво. Отпиливаю лишнее, после чего все шлифую. Одни торцы заварил. Остались еще два торца. Их завариваю кусочками профтрубы и опять все зачищаю. Все готово. Теперь крашу, делаю два отверстия крепежных и погнали устанавливать. Краску нашел серебряную. Эмаль. Для автомобилей. Сохнет за пару минут. Если вы заметили, что пользуюсь своей мини-лебедкой, которая служит мне правдой и неправдой. В специальной комнате с помощью двух саморезов фиксирую свое приспособление на стену, высота примерно полтора метра. Рассказываю, что это такое. Здесь комната, это кочекарка. Раньше была моя мастерская. Первые самые видео здесь снимались. И теперь здесь жена гладит. Гладит, сушит белье. Такая комнатка маленькая для всяких таких процедур бельевых. И когда она гладит, она гладит и сразу вешает на плечики. Но эти плечики некуда вешать. И теперь она вот так вот будет делать. Эта штука будет вот так вставать. И она уже поглаженную, поглаженные рубашки, футболки будет вешать сюда. Потом когда погладила, взяла их все вместе и унесла в гардероб. Потом убрала все. Сложила. И оно никому не мешает. Вот такая полезность сегодня. Я уверен, что жене понравится. И подруги увидят, 100% начнут просить. Уже были такие ситуации. Если понравился видосик, подписывайтесь, ставьте лайк. Пишите комментарии. Я появился в инстаграме. Я появился в тик токе. Если кому интересно, переходите, подписывайтесь. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok